Сначала он отправился в монастырь Шаолинь, чтобы усовершенствовать душевные качества. Он составил подробную методику изучения буддийских текстов. Потом он отправился в столицу, чтобы увидеть короля Альен, но он не преуспел из-за придворных интриг. Из-за неудачи с королем он повернулся в другую сторону и пошел на юг. Он шел в город Люнь, чтобы увидеть Чи Юнга, молодого врача, однако уже известного, чтобы обратить его в буддизм, который также интересовался боевыми искусствами. Это известный монах Таммо. Таким он остался в истории. Битва монаха Шаолинь. Автор сценария Чио Ю Цу. Омпозитор Хуан Мао Шэн. В ролях Чэн Зинь. Чиан Нинь. Вэн Чиан Люнь. Као Фэй Чиан Лиуи. Зао Чиан, По Чун, Хан Чиан и другие. Режиссер Лин Фу Ти. Помогите, не бейте нас. Дайте воды. Мы умираем от жажды. Воды, воды. Ублюдки. Идите прочь, это не ваша вода. Убирайтесь. Слушайте, слушайте. Слушайте. Тот, кто будет воровать эту воду, будет убит. Ясно? Но ведь мы умираем. Засуха, колокция, пересохли. У нас уже десять человек погибли. Пожалуйста, дайте нам воду, которую вы везете. И ты думаешь, это дает вам право грабить обоз с водой? Будь ты проклят. Поехали. Эй, ты. Ты кто? Госпожа Йен, прости меня. Ты можешь идти, но вода останется. Как так? Я понимаю, губернатор Чен хочет продать ее и заработать на этом. Да. И сколько он просит за нее? Он сказал. Одна чашка. Одна серебряная монета. Сколько, сколько? Что же вы стоите? Берите, сколько вам нужно. Прости меня. Как добраться до города Люнь? Город Люнь в том направлении. Большое спасибо. Ты случайно не знаешь молодого человека по имени Чи Юнг? Нет. Послушай. Лучше всего идти... Так, здесь короче. На целых три дня раньше придешь. Спасибо. Если бы кто-нибудь раньше столкнулся с Чи Юнгом, ему бы сказали, что его разыскивает монах. Миссис Цоу, да? Вот это лекарство. Принимайте регулярно. И вот еще дважды в день. Это прибавит сил. Доктор Чи. Доктор Чи. Вы знаете, у меня нет денег. Это ничего. Мой отец сказал, что я не должен запрашивать лишнего с людей. Доктор Чи. Доктор Чи. Доктор Чи. Доктор Чи. Мне надо шею вправить. Позовите врача. Доктор Чи сейчас занят. Надо подождать. Я не могу ждать. Вызови его быстро. Доктор Чи. Что такое? В чем дело? Доктор. Вы лечите мне шею. Я заплачу сколько хотите. Это, наверное, будет очень дорого стоить. Где же деньги взять? Говорят, доктор иногда лечит и бесплатно. Эй, доктор. Послушай, я заплачу четыре тали серебра. Ладно? Извини, не могу. Уходи. Пять столей. Нет, благодарю. От такого человека, как ты, я должен принять пятьдесят талей. Пятьдесят талей. Если слишком много, убирайся. Ян Чи. Ян Чи. Чи Йен. Я принесла вам воды. Это хорошо. Отцу понадобится вода для пациентов. Си Фу. Си Фу. Учитель, господин, госпожа, возьми. Хорошо. Чи Йен. Когда я брала воду, я встретила странного монаха. Он спрашивал о тебе, но я отправил ее в другую сторону, на деревню Ли. Зачем же ты так? С монахами нехорошо так выступать. Зачем нам здесь монахи? Они просто паразиты. Жируют за наш счет. Чи, чи! На моем завтрите. Чи. Чи. Кажем. Я сделаю фейлити. Чи. Чи. Цинитатура. Голидовка. Хозяин Прибыл первосвященник со свитой. А зачем, понятия не имею. Добро пожаловать. Надеюсь, вам здесь понравится у нас. Приветствую вас. Этот храм лучший в городе. Надеюсь, вы будете удовлетворены. Хорошо, сэр. Прошу. Хорошо. Все хорошо. Как раз то, что мне нужно. Я имею в виду для проведения моих церемоний. То, что надо. Я рад. Открывай дверь. Слушай. Слушай, священник. Ты нам здесь не нужен. Слушай, ты. Да. Я, кажется, кому-то пришелся не по нраву. Зачем ты меня позвал сюда? В городе засуха. Люди умирают от жажды. Если ты хочешь помочь людям, не трать деньги на священников. Лучше бы воды им купил. Слушай меня. Да. Кто это такая? Почему она так невежлива со мной? Госпожа Ян. Ты просто не знаешь этого. Мы пригласили его, чтобы молиться... ...за дождь. Наверняка ты что-то задумал. Я тебя знаю. Все эти молитвы ради дождя этой чепуха полную. Хозяин, позволь мне ее проучить за ее наглость. Хозяин, эта девушка очень тяжелая, которая сняла. Первый священник. Он же ее убьет. К чему это? К чему это? Послушай, зачем же убивать-то? Но ты же хотел, чтобы я разобрался со смутьянами. Но не так же, не при всех, не при людях. Надо подождать, выбрать нужное время. Подходящее время. Можешь не беспокоиться. Никто не умрет. Пока мы не будем готовы окончательно. Стойте. Отпустите ее. Что надо? Госпожа Янчи. Я весьма сожалею, что помощник первого священника так повел себя и приношу извинения. Поэтому я пришел сюда, чтобы попросить прощения. Богатый человек приходит в семьючи с извинениями. С каких пор это ты стал извиняться перед бедняками? Что случилось? Госпожа Ян, я искренен. Я действительно сожалею о том, что случилось сегодня. А я думаю, что ты задумал что-то очень нехорошее. Я приехал, чтобы помогать здесь людям. Молиться о дожде, который им так нужен. Я хочу только добра. Никакого другого мотива нет. Но вы все равно выступаете против меня, без видимой причины. Да. Я противостою тебе. Мы не хотим, чтобы ты был здесь. Уезжай отсюда. Ты слышал? Оставь нас. И поскорее. И тебе никто здесь не заплатит. Нет, не уеду. Я остаюсь, несмотря ни на что. Ты надоел. Я приехал помогать, и это все. Неужели? Но ты нам не нужен. И твои молитвы тоже. Понятно? Посмотрим. Если моя молитва не должна работать. Если мои молитвы помогут, то я обещаю. Немедленно уеду, если ничего не получится. Не беспокойтесь. Очень хорошо. Я надеюсь, что твои молитвы сработают. Нам нужен дождь. Спасибо, доктор. До свидания. До свидания. Мы еще встретимся, и там видно будет. Прощай. КОНЕЦ Небо пошли дождь, небо пошли дождь. Дождь, пошел дождь. Дождь, дождь, дождь! Дядя Чи. Дождь, дождь! 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 Беги, беги, беги! О нет. Призрак, призрак. Чифу. Чифу. Ты не кричал? Нет, вроде. По-моему, кричали там. Чу, Сулень. Чу, Сулень. Что здесь происходит? Это всё он. Почему же не сбежали? Бежать куда? Ну, бегите куда-нибудь. Мы не можем убежать из-за того, что мы сделали. Это он велел нам наказывать друг друга. Да благословит вас Будда. Привет, сэр. Приветствую вас. Если эти двое вас обидели, прошу вас, простите их. Отпустите их. Значит, я должен их простить. Совершенно верно. Нет, пока не могу. Но это неблагоразумно. Неужели? Это моё дело. Буддист. Буддист. Прояви жалость. Молодой человек. Ты меня просишь об этом? Да отпусти, и всё. Извини, не отпущу. Разве что будешь драться со мной и победишь. Тогда отпущу. Ладно. Давай. Давай. Хорошо. Давай же. Извини. Я не буду с тобой драться. Почему? Мы не равны. Зачем же? Стало быть так. Да ты просто боишься. Ты не можешь победить меня и всё. Слушай, не наглей. Я бы стал драться, но не со стариком же. Ладно. Молодой человек. Я ценю твоё отношение. Похоже, у тебя доброе сердце. И всё-таки. Насчёт старика я не согласен. Знаешь, несмотря ни на что, я просто не буду драться и всё. Отчего же? Потому что я не хочу, чтобы жители города презирали меня за то, что затеял драку. С прохожим. Неизвестным мне человеком. У тебя доброе намерение. Я рад, что пришёл навестить тебя. Пойми. Судьба свела нас. Мы должны драться. Так что давай с этим быстренько покончим. Не могу принять это. Извини. Не переживайся. Это просто конкурс мастерства. Да. Хорошо. Объясни. Что будем делать? Я владею 18 стилями боевых искусств. Тебе стоит превзойти лишь в одном стиле меня. И мы покончим с этой ссорой. Хорошо. С выглядит опять темanic. Причем. Да и�. Кащики. А. Ну вот. Ну и залегаем… Ум. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если ты не сможешь превзойти ни один из стилей, то я стану твоим учителем и господином. Странные какие-то слова говорит этот монах. У меня такое предчувствие, папа, что этот город ждут серьезные беды. Я даже сам не знаю, откуда это предчувствие. Я чувствую то же самое. И беспокоит меня не только этот монах. Все это очень странно. У меня такое ощущение, что он пришел сюда именно из-за меня. Папа, я вспомнил, Ян Чи говорила, что встретила на дороге странного монаха, который искал именно меня. Мама! Ты совсем взрослая стала. А введешь себя по-прежнему как ребенок? Я не волнуют, что ты думаешь. А это не важно. Главное, чтобы нравиться Чи Йенгу. Этот молодой человек, он очень много. Он не обидел, что ты делаешь. Я уверена, что ты не поддерживаешься. Много ты ему уделяешь внимания. Что если я делаю? Что если и так, в конце концов? Он весьма хороший молодой человек. Ему можно доверять. Да, и он умнее, чем ты. Поэтому ты прислушивайся к нему. Нет, он должен будет слушаться меня когда-нибудь. Здрасте. А, это ты. Решил зайти, поздороваться, посмотреть, как вы живете. Проходи, садись. Как раз только что о тебе говорили. Правда? Правда, не могу сказать, как он тонет. Ты бы рассердился, Ян Чи. Прекрати. Понятно? Мама. Неужели нельзя хоть чуть-чуть пошутить? Верно. Ян Чи. Ты говорила как-то, что меня искал монах. Да. Но ему сюда добираться еще лишних три дня, даже если поторопиться. Да нет. Он уже здесь. Ему лет за сорок. Лысая голова, борода, и у него тяжелый посох. Не беспокойся. Я знаю, как хотелось этого доктора, который подмял после весь город. Надеюсь, твой план быстро сработает. Да, конечно. Он очень надежный, клянусь тебе. А что это такое? Ты хочешь сказать, что искал меня? Да. Мне кое-что от тебя нужно. Ты должен кое-что отдать мне. Что же это? Все очень просто. Это твое сердце. Что? Мое сердце? Оно уже совсем скукожилось и почти исчезло, как и твоя душа. Но, если бы ты захотел, у тебя еще есть надежда, если бы ты встал на путь истинной покаяния и вернулся к Богу. Слушай, ты буддист. Ты слеп и глух. Ты знаешь, что это за место, где ты говоришь таким тоном. Ты знаешь, что мой хозяин. Да благословит тебя, будто. Я просто хотел спасти ваши души, чтобы они не попали в ад. Да благословит вас, Будда. Повернитесь лицом к Богу, и вы спасетесь. Да благословит вас, Будда. Добро и зло. Все в жизни вознаграждается. За все нужно платить. Да благословит вас, Будда. 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 Тихо! Тихо! Послушай. Почему ты тренируешься? Используй только шесть стилей. Ты же говорил, что он владеет восемнадцатью. Я знаю, но я могу вспомнить только шесть. А остальные я забыл. Но те, кто ты помнишь, их хватит? Это будет достаточно? Господин Чи. Скажи, ты уже определился, эй, буддист? Тебе лучше уйти из города. Я ведь тебя вообще в другую сторону отправил, почему ты уже здесь? Да благословит вас Будда на всю его волю. Но твоя шутка может привести к несчастью жителей этого города, потому что скоро, очень скоро их ждет большое несчастье и трагедия. Трагедия? Что ты имеешь в виду? Да благословит вас Будда. Извини, не могу сказать. Чепуха полная. Чи Йонг, пошли отсюда. Молодой человек. Если ты не сможешь превзойти хотя бы один из моих стилей, тебе суждено быть моим учеником, как ты мне обещал. Что, что? Ты хочешь, чтобы Чи Йонг стал твоим учеником? Совершенно верно. Этому не бывает, Чи Йонг. Никогда не станет монахом. И не будет среди ваших. Чи Йонг, скажи ему. Скажи, что он не прав. Давай, давай. Говори ему. Скажи, что ты не пойдешь с ним. Что ж ты молчишь? Я ведь права? Да. Буддист, ты слышал? Он останется здесь и никогда не станет твоим учеником. Просто сейчас еще не время. Господин Чи, настанет день, когда ты изменишь свое мнение. Я могу подождать. Мне некуда торопиться. Ошибаешься. Нечего тебе здесь делать. Лучше бы ушел отсюда. Чума. 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 Папа. Папа. Скажи, ты можешь им помочь? Возможно ли спасти их? Доктор Чи, я умоляю, пожалуйста, спаси их. Вся семья зависит от него. Нам не выжить без него. Доктор Чи, я умоляю, спаси его. Доктор Чи, спасите, спасите моего хозяина. Доктор, что же нам делать? Папа, дай им мою личную микстуру, которую я сам смешивал. Зачем смеяться? Это серьезно. Эта микстура очень мощное лекарство. Говорят, она лечит все на свете. О, Боже. Нет. Папа, мы сделали все, что могли. Доктор, Чиенг, моя мама заболела. Что? Твоя мать заболела чумой? Доктор Чи, пожалуйста, помогите ей. Мама. 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 Крушите. Быстрее. Что вы делаете? Вы шарлатаны. Где ваш доктор? Его здесь нет. Отвечай. Где он теперь? Вы его прячете? Скажи нам, где этот шарлатан. Из-за него люди гибнут. Я не знаю, где он. Отвечай, отвечай. ДИНАМИЧОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОКОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГО Чи-фу. 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 Хозяин, что с тобой? У меня все в порядке, хозяин. Как у тебя дела? Не слишком плохо. Но если люди правы, то это моя вина. Я виноват в происшедшем. Доктор, не надо так говорить. Доктор Чи. Доктор Чи. Спасибо. Спасибо, что спас мою дорогую жену. Вы удивительный врач. Мама, мне страшно. Я боюсь. Я не хочу умереть. Не бойся. Доктор Чи поможет тебе. Он всем помогает. Спасибо вам, доктор. Вы великий врач, доктор Чи. Вы прекрасный врач. Спасибо вам за все. Ты был прав. Ты сказал, что он покочит с собой, и он это сделал. Конечно, я же говорил, что мой план стопроцентно верен. Да, помню. И я заверяю, что я докажу свою благодарность. Я ошибалась насчет его отца. Спасибо. Теперь нас ничто здесь не держит. Давай уедем на юг. Начнем там новую жизнь. Спокойную и тихую. Нет, я не могу этого сделать. Почему? Неужели этот город стоит большего? Смерть отца была неспроста. Кто-то виноват в ней. Я в этом уверен. Отец, благослови меня на то, чтобы выяснить, что произошло на самом деле, и кто за этим стоит. И потом отомстить за твою смерть. Как ты сможешь это сделать? Ведь ты плохо владеешь кунг-фу. Я знаю. Моего умения недостаточно. И все-таки. По крайней мере, я должен попытаться. Нет смысла вот так рисковать жизнью. И я все равно попробую. И это все. Нет. Слушай. Прежде всего, нужно проанализировать всю ситуацию. Возьмем, например, этого монаха. Добрый он человек или нет? Вэй участвует ли в этом? И насколько? Первосвященник. Какое он к этому имеет отношение? Ведь у него явно связи со старостой. Понимаешь, нужно перебрать всех одного за другим. Проанализировать, выяснить степень вину. Или, наоборот, с помощью каждого. И тогда постепенно мы узнаем правду. Это наложница старого Чена. Смотри, не повреди что-нибудь. Хорошо. Хорошо. Что это там? Хозяин дома? Доктор Чен. Господин Чен, что случилось? Это ужасно. Моя дорогая жена только что была похищена. Кто сделал это? Я лег отдохнуть и ничего не видел. Не беспокойтесь, мы вернем ее вам. Где твой хозяин? Он медитирует. Спасибо, спасибо. Давайте выпьем все вместе. Хорошо, хорошо. Выпейте еще. Теперь, зачем ты плачешь? О чем тут плачешь? Первый священник обещал спасти наши души. Мы очень благодарны ему. Мы живем здесь в роскоши и неге. Это благословит вас Будда. Что такое? Что происходит? В чём дело? Наших жён кто-то украл у нас. У нас жён увели. Ладно, ладно, идите домой. Я расскажу всё хозяину. Ваших жён вам вернут. Спасибо, спасибо. Войдите. Господин первый священник, Вайт-сын хочет видеть вас. Вайт-сын? Это что? Означало приказ. Отравив воду, он должен был покинуть город. Он вернулся обратно. Но почему он до сих пор здесь? Потому что он считает, что ему недоплатили. Хозяин, я заплатил ему сто монет. Сколько же он хочет? Тысячу. Он нас просто шантажирует. Пока он меня ждёт, разберитесь с ним. Асо. Да. 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 Асо. Асо. Да. Аааа! Держи его Буддис Ты не уйдешь? Госпожа Йен-Чи Что обещал, то обещал Я не уйду, пока не добьюсь своего Если останешься, умрешь Но помилует тебя, Будда Я должен убедить молодого человека, что ему необходимо стать моим учеником Как только это получится, я сразу покину город Он никогда не станет твоим учеником Тебе придется уйти Ты воплощение дьявола, я ненавижу тебя Да благословит тебя Будда Оставь его в покое Злой монах Отвечай мне Ты уйдешь? Я никогда не меняю своих решений Ни для кого Я могу победить тебя, я в этом уверена Тебе туго придется, так и знай Госпожа Йен-Чи Не надо возвращаться, у меня важные дела Пожалуй, тебе лучше вернуться вместе со мной По-моему, здесь подходящее место Здесь его и прикончим Ты прав Стойте Убей его Идите и скажите своему хозяину Все эти злодеяния нужно остановить Больше этого я не допущу, иначе Он будет наказан Спасибо тебе Ты спас меня Мне кажется, ты должен мне многое рассказать Этот негодяй заставил меня отравить колодцы Вайцинь Как ты мог совершить столь ужасные вещи? Ну же, зачем ты это сделал? Простите Я испугался Смерти 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 надо бояться Но из-за этой твоей боязни Погибли другие люди И погубил их ты Чи-юн Чи-юн Мы знаем правду Чи-юн Мы знаем правду А значит, мы можем отплатить за все Тем негодяям Мы их убьем Мы отомстим за них Да, пойдем Господин Чи Я думаю, сначала ты должен все обдумать Ты недостаточно хорошо владеешь кунг-фу, чтобы победить их Тебе нужно терпение И время, чтобы учиться Чи-юн Пойдем Да ладно, идем Чи-юн Чи-юн Держись Чи-юн Чи-юн Уходи отсюда Ты не сможешь его убить Нет, я не уйду Даже если мне предстоит умереть, я буду драться Хочешь умереть? Значит, умрешь Это я могу тебе обещать Спасайся Чи-юн Ты какой-то колдун Зачем ты лезешь в мои дела здесь? Да благословить тебя буду Я не бог и не святой Я просто буддист Обычный монах Меня зовут Томо Буддист Томо Буддист Томо Я хочу, чтобы ты изменил Путь своих действий И тоже стал буддистом Глупый монах Ты посмел прийти сюда Чтобы предложить мне такое? Томо Продолжение следует... Смотри, как это он делает. Не знаю. Здесь нужно только верить. Вера у нас есть. Сейчас я попробую сделать это. Помогите. На помощь. Спасите. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Приветствую тебя, учитель. Ты же ходил в город Люнь? Да, но теперь попал в неприятности, в беду. С твоим ты мастерством. Я не думал, что тебя может что-то обеспокоить. И тем не менее... Там есть один человек, которого я не могу победить. Кто этот человек? Говори. Буддист. Монах. Пришлый. Монах-буддист? Да. Хорошо. Я научу тебя новой технике, чтобы разобраться с ним. И... Если потребуется, присоединюсь к тебе. Спасибо, учитель. Поздравляю. Ты хорошо справляешься. Я проверил... Твой пульс, он в порядке. Но для кунг-фу нужно много больше. Буддист, зачем ты спас меня? Я бы спас любого. Видишь ли, такова моя судьба. Но ты... Отдаешь мне свою силу, чтобы помочь мне... Научить меня кунг-фу. Зачем? Потому что, видишь ли... Настанет день, когда ты станешь моим учеником. Ты будешь разочарован. Я не хочу становиться монахом. Я в этом уверен. Вот как. Время еще есть. Ты передумаешь. Я уверен в этом. Но сейчас, главное, ты должен выздороветь. Сосредоточься на этом. Сосредоточься на этом. В течение трех дней никаких медитаций. Где Ян-Чи, ты знаешь? Слушай, ты думаешь, он придет спасать девчонку? Не знаю. И что, он прям так и ворвется? Думаю, не посмеет. Где ваш хозяин? Он в храме. Молится. Почему же он не вышел? Не знаю. Что же нам делать? Что случилось? Первосвященник. Проблемы, большие проблемы. Объясни. Что с ней? Она... Что с ней? Странный монах пришел и сказал мне, что перед рассветом, завтра утром, он явится спасать ее. Ну, хорошо. Мы будем ждать его. Но... Но... Не бойся. Все продумано и проработано. Это хорошо. Хорошо. Тогда пойду домой. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Зачем ты с господином Чи, так поступаешь? Почему тебе с ним не поговорить? Я к тебе обращаюсь. Это потому, что ты считаешь, в любви души, что я прав. Зачем мне это? Но я хочу поговорить. Ну, говори. Буддист, слушай меня. Чи Йонг, мой мужчина. Тебе его у меня не забрать. Чи Йонг, мужчина прежде всего. И человек, он хочет остаться. Как же ты можешь забрать его? Но ты не можешь украсть его душу. Да помилует тебя, Будда. Если бы я сделал это, тогда я ничем бы не отличался от обычного вора. Даже хуже. Ты хуже, действительно. В десять раз, в тысячу раз хуже. Ты так меня сильно ненавидишь? Ненавижу, ненавижу. Я хочу убить тебя. Так что ж не убьешь? Думаешь, не посмею? Скажем так, я думаю, тебе не хватит на это храбрости. Да? Я покажу тебе тогда, на что я способна. Папа. Теперь я изучил технику боя Та Мо. Я отомщу за тебя. После этого я уйду. В храм Шаолини стану монахом. Чи Йенг. Тот буддист умер, так что забудь о том, чтобы стать монахом. Мертв? Не может быть. Пойдем со мной, я тебе покажу. Ну ладно, где же он? Мистер Ху? А? Где труп? Мистер Ху? А где труп? Я не знаю. Пришло время для Чи Йенгу бороться со злом. Когда он закончит с этим, тогда он знает, что делать. Настало время назвать тебе меня учителем. Учитель. Эй, священник. А где женщины? Они бежали. Вон туда. Что? Это тот самый монах велел им. Опять он? Негодяи, подонки. Стойте, стойте. Стойте. Йен-Чи, пора. Пора мне прикончить этого человека. Стойте. Они сбежали. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Убить его! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Все верно. Твой отец был старый дурак. А я вернулся обратно. И я заставлю заплатить за это весь город. Хватит. Ты уже натворил зла. Теперь ты заплатишь. Я убью тебя. Играет музыка. 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 Играет музыка.